Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Сегодня у меня такое очередное видео. Нужна помощь, и я обращаюсь ко всем слушателям, подписчикам, братьям, сестрам, да и вообще, кто увидит этот ролик впервые. И у нас сестра Елена из Алтайского края, из Барнаула, на Рождество была в храме и там увидела такую картину. Сейчас мы посмотрим ролик. Требуется помочь людям. Давайте посмотрим ролик, а потом я еще кое-что скажу. Да, и я запишу. Так, тебя зовут Татьяна, да, у тебя семь детей. Вот сегодня Рождество Христово, вот семь ребятишек. У вас отключили газ, да? Скоро рожать, у вас погорел дом, да? Да. Покажи, пожалуйста, объявление, Тань. Вот в храме Татьяна сидит, мать семерых детей, бедная, у них сгорел. А в восьмом беременная, вот ее отсюда выгоняют, постоянно на холод, она вот возле батареи, бедная сидит. Основное сейчас нужно уголь, да, купить дрова тебе. Вот. Номер телефона, да, нам оставишь? Ладно. Ну, муж есть, но он работает, мало зарабатывает, да? Этот маленький, семь месяцев, да, ребенок? Да, маленький, да. Все девчонки. И сейчас в июне рожать. Все девчонки. Бабочки. Вот, я думаю, надо помочь. Татьяне, в Сорочем Гоге, да, живешь, Тань? Это у нас в Барнауле, здесь недалеко. Да. А, и вот мимо люди проходят, сколько людей, я не знаю, человек 50, и сколько тебе положили там? Ты целый день сидишь, да? Да, нет, 200-300 рублей, но вот столько человек прошло на Рождество, детям могли бы побольше, да, положить? Ну, я не знаю, надо что-то сделать нам, помочь, братья, сестры. В общем, я обращаюсь к вам. Помогите, пожалуйста, Танечке на уголь. Вот, я запишу телефон. Ну, в общем, такая картина. Семья, семь девочек, восьмой девочкой, или не девочкой, не знаю, но, в общем, восьмым беременна. Татьяна есть муж, но семья большая, тяжелая ситуация. Сгорел дом в городе, в Барнауле. Переехали с горем пополам в деревню, и там с трудом выживают. Вот газ отключили, в общем, они там замерзают. Вот видно, тут им обрезали все это. Лена там просила на уголь. Ну, что уголь-то надо сделать людям, помочь, чтобы газ все было. Что там этот уголь, во-первых, невыносимо, топиться тяжело все это. И сегодня машину, завтра опять машину. Надо сделать. Я спросил сразу, давай поможем, сколько там надо, долг попробуем заплатить. Вот. Ну, было это еще неделю назад, на так называемое Рождество, 6-7, там, 7-го числа она, по-моему, была. Сегодня уж 14-е. Я просил собрать все, они вот все взяли, выписки из Газпрома, из Новосибирска. В общем, там 46 тысяч общая сумма, потому что долг 24-528, ну, госпошлина тысячу, отключение ГРО, самой труб 1899, что там, отключение чего-то там, 300 рублей, 342 рубля. Пеня набежала 17 тысяч, и опломбировка счета 170 рублей. Ну, в общем, ну, я округлил, естественно, там копейки не считаю, 46 тысяч получается. И подключение, оплата за подключение, тут написано, 3300, ну, в общем, 50 тысяч, если так, в общем, считать. Я считаю, сумма небольшая, собрать можно, с миру по нитке, голом, рубаха. На Рождество она собрала 300 рублей в храме. Ну, я сделал страничку, как всегда, ссылка у вас вот на экране, тут Христалюк Донет Гашкова. Ну, видео я сейчас, естественно, запишу, ссылку сюда помещу. Ну, и какие, может быть, потом будем сообщать, как всегда, плейлисты сделаю, буду тоже добивать. Полный адрес здесь есть. Индекс 656 057 Алтасский край, село Сорочий, Лох, улица Пушкина, 32. Два телефона, вот. Есть все координаты детей, но, в принципе, все девочки. И, в общем-то, если всю линейку одежды покупать, не ошибешься, да, то есть. Алена старшая, 21, Аня 12, Таня 11, Маргарита 8, Даша 6, Маша 4, Наташа 8 месяцев и беременна 3-месячный. Я что-то не помню, сказали, они девочки, мальчики, я уж, может, забыл. Вот, но обуви пока нет размера, но там, да, действительно, не ошибешься, если все будешь покупать. Сестры там смеются. Ну, вот я написал, что долг на газ 50 тысяч. Все реквизиты, ну, реквизиты, как обычно, Сбербанкская карточка, она уж обычно у всех есть, на Гашкову, Татьяну Владимировну. А все остальные координаты мои, Яндекс, кошелек, Вебмани и Пайпал, сделайте с пометкой Гашковой, Татьяне, Татьяне Гашковой, как угодно. Ну, кто, естественно, на русский, сразу Татьяне переводите по России. Ну, а если кому-то нужны мои координаты, вот они все есть, с пометкой делайте, я все, естественно, передаю. Ну, и лента поступления я обычно вписываю в ручном режиме, если они мне сбрасывают смс-ки там. Ну, я думаю, что все будут сбрасывать. Вот, всегда так обычно. Происходит все это, я в ручном режиме добиваю, да. Вот, так что, если что-то там не сразу появляется, или вообще, может, забуду, вы уж не обессудьте, да. Вот, ну, обычно все это доходит, я стараюсь там сообщать. Ссылочка у вас на экране. Ну, вот такие вот дела. Много я не буду, чего болтать, да. Давайте поможем, вот. Хотя я, честно, особо не надеюсь, когда эти ролики записываю. Реакция вообще нулевая. Мы же христиане, да. У нас же есть заповедь любить Бога. Лене в прошлом ролике, конечно, хочу сказать спасибо тем, кто помог. Было крупное одно пожертвование. Я, честно, не знаю, кто там с Ленина, кто-то там с какого-то форума где-то поставили. Очень низкий поклон. Все воздаяние у Христа Господа нашего. Ну, и тем, кто там несколько переводов, тоже спасибо всем. Лично от меня. Давайте поможем. Тоже сумма небольшая, собрать ее, я думаю, несложно. Люди будут греться тепло. На улице дубильник. Январь месяц. Холода. Люди живут в Алтайском крае. Там вообще сумма можно сойти. Так что вот так вот. Ну, и там кто-то коллаж сделал. Девчата, я так и не понял, тоже мне прислали. Я вам поставлю. Ну, я с вами прощаюсь. В принципе, все сказал. Какие вопросы. Ну, все координаты я, конечно же, в описании к ролику тоже добавлю где-то там. Ну, и кто не может, копейкой хоть поделиться. Хотя я вам скажу, и 10 рублей деньги. Главное не подарок, а внимание, да. Меня, в общем, поражает холодность людей, что вообще нулевая реакция. Неужели 10 рублей нет? Вот я общаюсь, у меня полный скайп контактов, в контакте друзей, так называемых, одноклассниках там. Полным-полным. И, ты знаете, такая реакция. Даже людям потом отвечать никакого желания. Считайте, что это моя скорбь. Вот, кто вот слушает этот ролик. И кто знает меня, да. Что толку поздравлять меня с праздниками, с дня рождения? Мне это не надо. Вот, помогите людям. А это все пустое. И если нет желания или, я не знаю, возможности, хотя бы поделитесь у себя на страничках, у себя с друзьями. Это что, так сложно? Вот так вот. На форумах. Да где хотите. Хотя бы у себя на страничке. Лично для меня это явный показатель, если что-нибудь вообще в сердце человеческом. Ладно, я с вами прощаюсь. Смотрим ролик на прощание. Как будет информация, как что-нибудь делать, я, конечно же, сообщу тоже, как там все решится. Ну и какие нужды. И я призываю помогать и дальше, у кого есть возможность, запишите все координаты. Все на этой страничке есть, да. Я говорю, можно и одеждой помогать, и чем-то. Ну и финансами, естественно. И постоянно можно. Я думаю, что с семьей и детьми в деревне очень непросто жить. Так что вот так вот. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»